Добрый день, уважаемые телезрители Живого телевидения! Сегодня у нас встреча с поэтом и учёным Геннадием Куртиком в студии Живого телевидения в Академии художеств Саретели, ведущий в студии Юрий Проскуряков. Здравствуйте ещё раз! Геннадий, здравствуйте! Здравствуйте! Геннадий, вот вы сказали ещё перед началом эфира, что вы нам многое можете рассказать, но не знаете, получится ли это, а вот почему не получится, я не понимаю. Ну, может не получится, если я не смогу достаточно хорошо прочитать свои стихи, или торопясь выберу, если подведёт душа и подведёт голос, или если выберу не те стихи, которые надо было бы прочитать, не рассчитаю время, ну вот, например, так. Да. Ну, я думаю, что с этой задачей мы совместными усилиями попытаемся справиться. Дай Бог! Вы принадлежите к не очень часто встречаемой разновидности поэтов, которые являются учёными. и мне в жизни довелось встретить несколько таких поэтов, которые одновременно являются учёными, профессионалами учёными, и часто они скрывают, что сочиняют стихи. И вы, по-моему, тоже не чужды вот такой анонимности. Ну, до некоторого времени так оно происходило, а потом мне стало понятно, что нужно как-то выйти из подполья и попытаться вступить в контакт с людьми, которые имеют отношение к поэзии, и я стал предпринимать некоторые усилия к этому где-то с конца 90-х годов. Ну и как? Вы встретили в этом отношении понимание собратьев по Перу? Вообще нельзя сказать, что я встретил понимание. Я обошёл некое количество редакций толстых журналов, и, в общем, мои стихи не были приняты. При этом, как у них водится, они не объясняют причины, почему не нравятся эти стихи. Ну, про каждый журнал можно было бы рассказать. Можно было бы рассказать особую какую-то историю. Я думаю, здесь это совершенно неуместно. Но вот у меня иногда возникает такая недобрая мысль. Если я соберусь издать какой-то серьёзный большой сборник, то начать его не с того, как обычно его начинает, публиковался там-то, 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 а перечислить те журналы, в которых я не был опубликован. Да. Это в своё время проделал поэт Рафаэль Левчин, который теперь живёт в Чикаго. Я не думаю, что это как бы оригинальная идея. Но она существует. Создал группу литературных террористов. Терроризм заключался в том, что он терроризировал редакторов толстых журналов тем, что взывал к их совести. Нет, нет, у меня ничего этого не происходило. Я просто приходил, давал стихи, нормальным порядком они там шли, как-то варились в редакции. Опять же, с каждой редакцией были связаны какие-то особые отношения. В общем, всё закончилось крахом. Тем не менее, некое количество стихов, небольшое, мне удалось опубликовать. Есть такой замечательный журнал, который выходит при храме Казьмы и Дамиана «Приходские вести». Вот там меня опубликовали. Есть ещё один такой молодёжный христианский журнал «Дорога вместе». Там меня тоже опубликовали. Ну и было некое количество платных изданий, когда автор платит за то, чтобы там опубликоваться. Но вы сами понимаете, каков статус этих журналов. Совсем ни о чём не говорит. Может быть, и высокий, и низкий. Это не критерий платности. Да, это не критерий в том случае, когда собираются единомысленные поэты, молодые, например, организуют какую-то родственную себе группу и издают, потому что действительно никто их не издаёт. И вот они издают журнал, который их как направление поэтическое представляет. Когда вот это происходит... А это происходит? Вы видели хотя бы один пример в современности? Да, да. Я, к сожалению, не помню названия, но на такие объединения есть. Я, к сожалению, не готов сейчас их назвать, но они существуют. Но они не творческие, они, как правило, территориальные или же по дружбе. Нет, именно... Да, совместная тусовка. Среди них есть один-два таких действительно талантливых с будущим поэтом. Около них группируется несколько человек. Они вместе издают журнал. Вот если вы вспомните, вы мне обязательно покажите, потому что мне это очень интересно. Да, я, может быть, постараюсь. В каком-то смысле мне напомнили свои творческие... Дело в том, что в такой ситуации, поскольку я как бы совершенно вне литературной области находился, и у меня очень мало литературных знакомств, то я никакой такой тусовки причалить не смог. Пока не стал ходить в клуб образ и мысль, которым руководит Датан Шульман. Когда-то руководил Эпштейн Михаил. Когда-то руководил Эпштейн Михаил, который мне удалось пару раз послушать. И даже я с ним... Ну вот был в неком контакте, я ему послал свои стихи, получил от него ободряющий отзыв. Знаете, вы меня в каком-то смысле напомнили Льюиса Кэрролла. Дело в том, что Льюис Кэрролл написал известную книгу «Алиса в стране чудес». И эта книга по известному литературному анекдоту произвела большое впечатление на английскую королеву. Но книга не сверх толстая, а вы ещё опубликовали книгу гораздо тоньше. По-моему, это ваша первая книга, да? Да, единственная. Называющаяся «Еврейские квадраты», но об этом мы поговорим немного позже. Но книга, как видите, вот такая тоненькая. Если кому-то это понравится вдруг, и этот автор захочет, набрав в интернете или как-то посетив магазин, снова получить следующую книгу этого же поэта, то ему окажется, английская королева запросила Льюиса Кэрролла следующую книгу, это оказалась книга по математике. Я думаю, что она была полностью удовлетворена. И вот если взять вот это большое, толстое, солидное научное издание «Звёздное небо древними сапотами», как я понимаю, вы занимаетесь историей астрономии. Древней астрономии. Древней астрономии, да. Это 4000 лет от наших дней приблизительно. Да. И тут тексты на шумерском, аккадском языках. Вообще это словарь. И возможно, что многим людям он может оказаться полезен тем, кто интересуется вот этой глубокой древностью и началами цивилизации. Прежде чем мы приступим к стихам, мне хотелось спросить вот об этой книге конкретно. Да. Я, открыв её, я прямо вот тостно наугад открыл и попал на слово, которое меня интересовало всегда. Да. Это была Нинлиль. Да. Богиня, которую, значит, девушкой похитил Нинлиль, верховный бог, ну и те приключения с ней, которые происходили в дальнейшем. Таких мифов вообще и в Греции встречается. Это как бы такой международный сюжет, странствующий. Но у вас ему посвящена здесь короткая статья сравнительно. Да. По той причине, что всё, что происходило вот в этом мифологическом и культурном ареале, вы рассматривали под определённым углом зрения. Да. Который является историческими представлениями звёздного неба. Да, то есть меня интересовала та мифология, которая связана с божествами-созвездиями. Здесь же, как бы в связи с Нинлиль, нет твёрдой уверенности, что она занимала какое-то место на небе. Но есть основания это дело подозревать. Вот я эту точку решил отдельной статьёй отметить. Очень любопытно. Да, потому что есть достаточно много персонажей. Эта книга, как бы, понимаете, хотя она и толстая, она объемнит далеко не всё, не весь материал. Есть достаточно много персонажей вот среди божеств в мифологии древней Месопотамии, о которых можно подозревать их астральное значение, что они занимали какое-то место на небе, были либо созвездиями, либо божествами созвездия. Иногда это в текстах не различается, то есть вместо имени созвездия иногда употребляется имя божества. И автор, включённый в это, должен был это всё понимать. Но явных, очевидных, стопроцентных свидетельств нет. Поэтому основу этой книги составляют только, в основном, стопроцентные свидетельства, что вот такое-то название, оно связано с небом. Вы знаете, меня это очень заинтересовала книга, и она во многих смыслах уникальна. Дело в том, что меня вначале, и я подробно этим занимался, меня интересовала греческая мифология, и в греческой мифологии там всё понятно. Там возле имени каждого божества присутствует некая атрибутика, которая заключается в растении, цветок, например, животном, лань, предположим, и лан земли, участок земли, где гениус локус был местным божеством. И всё это всегда укладывалось в эту схему. Ещё камень может быть. Может быть и камень, да. Но вот здесь обнаружен совершенно другой подход, который меня ещё больше интересует. Мне интересно, потому что вы атрибутом божества сделали некие представления звёздного неба, будь то планеты, светило или же созвездия. И меня интересует, что вас побудило это сделать? Почему вы настолько нетривиальный и трудно исследованный предмет избрали своим? Нет, ну, нельзя сказать, что я тут сколько-то оригинален. Мне хотелось это продолжение книги Гёрзмана, которая была опубликована в 1950 году. Но это время было расцвета о сериологии, которая ещё больше получила огромное количество результатов за этот 50-летний результат, за этот 50-летний период, прошу прощения. И я как-то понял, что вся информация, которая там, она немножко иначе организована. там отсутствует разговор о божествах, очень немного информации о отдельных частях созвездий, хотя есть, но далеко не полные даже для своего времени. Вот я выбрал некое, занимаясь уже долго в этой области, я понял, выделил те разделы, которые могут представлять важный интерес. Их не так много. Это название созвездия, стало быть, его этимология, откуда она произошла, в каких текстах впервые встречается, как часто употребляется и так далее. Потом источники, где вот эти данные содержатся. Потом божества, которые очень часто связывались с созвездиями, да и сами планеты считались божествами. И опять же, тут очень важны хронологические рамки, они позволяют... Это все естественные вопросы. Дальше, где же на небе конкретно находилось данное созвездие? Это особый вопрос, которым есть люди, которые работают в этой же области и занимаются только этим. Только этим. Я же своих оригинальных результатов вот в данной области практически не получил. Я просто собирал, внимательно отслеживал, что делают другие люди и понимал, что если я это соберу вместе, то возникнет полная и интересная картина. И дальше фигура созвездия, как выглядит созвездие. Это же страшно важно и интересно, как они мыслили, всегда ли одинаково, можно ли точно сказать, привязать это к звездам. Ну и, конечно же, месопотамская астрология, где колоссальное количество предсказаний, связанных с созвездиями, планетами, Солнцем, Луной. И это тоже должно было быть отражено. И это уже было отражено у Гёзмана, но за последние 50 лет получено такое гигантское количество новой информации. Я её всю или почти всю попытался здесь отразить. Но вообще должен вам сказать, что так бурно развивается эта область, что вот в 2007 году вышла эта книга, в 2008 появилась рецензия на неё в Journal for the History of Astronomy. Это один из ведущих журналов по истории астрономии. Там автор пишет, что вообще, говорят, книга устарела уже в момент своего появления, потому что появились новые публикации, огромное количество клинописных текстов, ещё не прочитанных и не исследованных. Можно ждать всяких разных, замечательных. Но я всё-таки надеюсь, что вот как некий этап эта книга сработает, и в общем я её разослал всем, кому я знал, что она будет интересна. Вы мне нечто поясняете, и вместе с тем возникают новые вопросы. Вы мне говорили, что ваши стихи и ваша профессиональная деятельность в области истории астрономии Месопотамии, они не связаны. Вы так считаете? Да, мне так кажется. Но на самом деле, мне кажется, что вы не совсем правы в этом отношении, потому что при прочтении стихов заметна связь. Ну, во-первых, можно ориентировать было эту книгу на шумерские представления или же на аккадские представления, то есть на семитские. И она явно ориентирована на семитские представления. Нет, всё, что имеет отношение, дело в том, что существует огромный шумерский период, но с точки зрения информации, касающейся истории астральной, он чрезвычайно беден. Нет свидетельств, говорящих о том, что шумеры почти на протяжении всей своей истории придавали какое бы то ни было серьёзное значение на имянованию неба и так далее, сравнимому с тем, что мы потом встречаем во втором-первом тысячелетии. Нет такого примитивного, даже самого примитивного народа, у которого не было бы названий небесных светил некоторых. Понимаете? Но система созвездий, названий астральных, как система, которая покрывает всё небо, не у шумеров встречается, а встречается в аккадском мире, который говорил уже на аккадском языке. Да, совершенно верно. Я при этом, когда я просматривал книгу... Хотя здесь используется очень много шумерских терминов, просто потому, что они уважали, использовали на протяжении вот этих двух тысяч лет... Но вы источником читаете аккадские термины. Источником, первоисточником вы читаете аккадские термины. Дело в том, что шумерограммы используются, но читали, они могут по-разному читаться. Вот эти тексты, которые здесь приведены, все или почти все читались по-аккадски. Да. Я когда просматривал эту книгу, мне сразу же пришло в голову некое воспоминание. Я не специалист в этой области, но помню, что где-то я прочёл, что в Месопотамии и до сих пор сохранившейся, есть некое изображение скульптурное, на котором изображён шумер и аккадец. Причём шумер бритая борода и голова, аккадец длиннобородый, и у него длинные волосы. И они сориентированы, значит, шумер на восток, а аккадец на запад. Я не знаю, приходилось ли вам видеть публикацию этого изображения. Возможно, и есть такое изображение, или даже много таких изображений, но я как... Как бы, знаете, пограничный столб, который у нас есть на Урале между Азией и Европой? Да, нет, я не сталкивался, и как-то я не встречал, чтобы этот вопрос обсуждался вот так. Но это тех времён изображения. Каких времён? Вот 2000-летие приблизительно датируется этот памятник. До нашей эры, да? Наверное, это новошумерское время, 21-й век примерно, да. Может быть. Вот, к сожалению, меня прошло. Да, но это о чём-то говорит, какой-то смысл в этом присутствует? Безусловно, безусловно. Смысл присутствует. Но только вопрос, верно ли интерпретируется. Но интерпретация сейчас у нас это дело в достаточной степени произвольное. Да. Оно зависит от ориентации человека. Там шумеры забрали в плен. Они фигуры могли изображать кого-то взятого в плен. Понимаете? Кто-то, значит, предположим, безбородый шумер, хотя они, по-моему, тоже изображались, их божества изображались с бородами. А семит бородатый. Может быть, там мог быть такой смысл, например, но трудно сказать. Наш царообрядец тоже бородатый, его нельзя назвать семитом. Ну, по большей части. Да, он ничем не отличится от православного. По внешности своей. Ну да, конечно. Это будет совершенно то же самое. Ну так вот, значит, вот вы, например, в своих стихах, я имею в виду не вот эту книгу «Еврейские квадраты», а вашу лирику, вы преследуете какой-то идеальный образ такого романтизма и пасторальности. Ну, как мне показалось, может быть, не совсем правильно, но это приятно вам. Вот этот мир, который вы изображаете в стихах, он во многом противостоит современному миру. Он является идеальным миром, но вы имитируете те стили литературные, которые имеют определенные названия. Ну, вот, например, романтизм. Скажем, я не удивлюсь, если вы скажете, что Жуковский приятный вам автор. Или я ошибаюсь? Ну, в общем, я вот мыслью себя, вот самая главная характеристика, это что я религиозный поэт. Да-да. То есть, как бы, идеальность, которая во мне есть, это вера. Вот. Она, я думаю, присутствует в той или иной мере почти в каждом стихотворении, даже в том случае, если это явным образом там не упоминается, имена там действующих персонажей, вот, духовная история человечества. Вот. Но то, что вы говорите относительно романтизма, это, да, это свойство моего характера. В рамках вот этой основной традиции религиозности, да, я, пожалуй, что романтик, да, я, мне очень свойственно, хотя очень многие мои стихи довольно такие жестокие и суровые, но тем не менее, вот, я извлекаю некий плюс, нечто очень такое обнадеживающее в религиозном смысле из любой ситуации. То есть прошлое лучше настоящим? Не прошлое лучше, а даже самое ужасное, прошлое не безнадежно с точки зрения веры. Да. Вот как. А будущее с этой же точки зрения? Будущее, ну вот я к апокалипсису отношусь как к некому нагруженному исторической правдой текста. То есть это то, что частично уже осуществилось и еще осуществится. Если внимательно прочитать апокалипсис, то нас ждут страшные катастрофы, на фоне которых то, что мы пережили, может быть, еще и не так страшно. Но конец у этого именно тот, который обещан апокалипсисом. То есть, значит, я когда пишу это, я вижу и то, и другое. Понятно. То есть, насколько это романтизм, я не уверен, что это точное слово. Но с другой стороны, я знаю, что мне просто... Ну, стилистический. На Жуковскую я так давно не читал, что мне трудно сказать, понравится ли он мне. Но вообще романтизм мне нравится. Да. Ну что же, может быть, мы на этой ноте, я вас попрошу, и зрителям, наверное, тоже интересно уже услышать практически ваши стихи. Может быть, вы почитаете. Давайте я попробую почитать. Ну вот я почитаю свои стихи в хронологическом порядке. Некоторые из них, может быть, буду пояснять предварительными какими-то замечаниями, чтобы сделать их более понятными. Писать стихи я начал еще на школьной скамье. Потом уже в институте продолжал писать. А потом у меня, когда я менял свою специальность, у меня я по основной своей специальности инженер, но я стал менять специальность. Теперь, как вы видите, я историк, скорее всего. Это потребовало от меня таких усилий, что я в какой-то момент вдруг обнаружил, что я уже стихи не пишу. И думал, что все это закончилось. Но оказалось, что это не так, когда напряжение, связанное с необходимостью менять профессию, в частности, учить языки, спало. Я вдруг в какой-то момент обнаружил, что я вновь пишу стихи. Так что они у меня подразделяются как бы на две категории. До перерыва и после перерыва. До перерыва это молодые стихи. Я придумал это название, потом вдруг обнаружил, читая биографию Цветаевой, что у нее тоже был цикл, который так назывался, но я его не заимствовал у нее. И считаю, что это, ну, как бы каждый поэт имеет право на молодые стихи. Дождь. Этот дождь сплошная мука, дрогнет ворон на суку, сыплет долго, сыплет скупо позлощенную крупу. В сложном медленном молчанье тихо страшен птичий лед. Капля белая печально в темном сумраке живет. И кому, какое дело в мире с давленным петлей, что в тумане серо-белом бродит месяц золотой. Тепла твоя ладонь, моя голубка, и волосы светлее, легче пуха. Давай с тобой не будем горевать о том, что этот вечер зол и черен, и в нем огне искусственная сеть, и рев машин доносится из чащи растущих в неподвижности домов. Давай изменим направление стрелок на циферблате солнечных часов. И, оглянувшись, ты увидишь домик в саду вишневом, люльку нянькой ветром укачанную, тихий шепот ветра, едва живого в музыке лесной. И мы пойдем за нитью разговора скворечной непутевой шелухи, не трогая прикосновением пальцев и мыслью не пугая косачей, рассевшихся на ветках, как игрушки, и хвойное касторовое масло мы выпьем из бокала еле сонной за здравие скворца и косачей. Вот стихотворение о... Это все молодые стихи, написанные о женской христианской крестной судьбе. Тонко девица смиряла мужерод родню, кружевами оплетала приголубленную тьму, а она из-за заботы темношей и маяты, да в беленые ворота некрещенной темноты. Что же темного отведать? Не желаешь, друг простой, дорогого нынче хлеба, подслащенного водой? За себя и за родную кровь, что пенится ключом, и она пила вслепую золотым горя лучом. В юности, как и сейчас, я с огромной привязанностью относился к Мандельштаму. Вот стихотворение старуха, где как бы это не скрывается. У него есть эпитет. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Безобразие невинно, голубой огонь потух, жалки лепит апельсина в костяной пиале рук. Что берет земля из плена? У деревьев прах и тлен. Жизни тяжкая измена, тяжелее всех измен. Изощрилась на болезни немоту и хрипоту. Этой жердочки полезной я, наверное, не найду. А и что тогда случится? Ты, горбатая, ответь. Божье имя, возвратиться в растревоженную клеть. Где вы, огненные реки, благодати ледяной? Мы за все с тобой в ответе, друг невиданно прямой. Ты молчанье, ты могила, дряблых рук сухая мша. Бесконечно торопливо, но, быть может, хороша. Можно мне... Да, конечно. Скажите, вот был такой эпизод однажды, у Надежды Мандельштама были чтения ежегодные в памяти мужа поэта. И там, вот в один из случаев, Миша Эйпштейн читал доклад о творчестве Мандельштама, где он утверждал, среди прочего, что у Мандельштама не было вообще в стихах христианских мотивов. Я ему тут же назвал одно стихотворение, где совершенно очевидно, когда герой несет крест на Голгоф, был христианский мотив. Это не могло быть иудейским мотивом, и никаким другим. Как вы считаете, вот по отношению к христианству, вот какое отношение у Мандельштама было к христианству? Это вообще на самом деле не выясненный вопрос, этим мало кто занимался. Или никто не занимался. Я думаю, что таких прямых, я несомненных деклараций, которые бы доказывали связь Мандельштама с христианством, у него либо нет совсем, либо немного. Но я вот сердечным образом чувствую необыкновенную близость его именно с этой точки зрения. Я этому чувству своему доверяю. Я думаю, что если я займусь специальным поиском, читая его стихотворение именно так, как вы сказали, то я найду немало этому подтверждений. То есть по существу он был не то что намного ближе к христианству, он был вкоренен в ту часть русской культуры, которая была по-настоящему близка к христианству. И это прорывалось, если не в каждом его стихотворении, то в довольно большом количестве. Мне так кажется. Очень интересная точка зрения. Наверное, она справедливая. Но таких явственных деклараций у него, я думаю, у него либо нет совсем, либо немного. Но у него иудаистских почтенец нет. Но есть памятование, это у него было. Он это всё пережил, он это всё нюхал. Ему там опыт этот был довольно отрицательный у него, насколько я могу судить. Но не полностью. Но не полностью. У меня даже есть толстая, притолстая книга, я, к сожалению, не помню имени автора, посвященная как раз вопросу об иудейских корнях, об иудейских корнях в стихах поэзии Мандельштама. А зимы голубое зерно тишиною полно, так печально и полно безмолвствует ваза, и ворон на белом пространстве двора среди утлых скамеек и меркнущих далей в одеянии беспечном рассеянной ночи хребкоглазый, таинственный и нелюдимый возглашает о вечном. Словно ключ, отпирающий двери пространства по соседству живущему вне поминаний, где нас ждут неусыпно и время жалеют, что по каплям стекает в хрустальную вазу полновесно, налитые спелостью капли, драгоценный подарок, не новое нечто, но всегдашнее, праздная благость живого. Вот есть стихотворение, которое с формальной точки зрения, поэтическое, если выставить его на сайте поэтическом, можно подвергнуть разным. оно имеет некое количество провалов с точки зрения формальной поэтической техники, но из желания... Стихотворение называется «Тбилиси». Я был в Тбилиси один раз, был на конференции в Абастумане и сутки провел в Тбилиси. И это стихотворение написано в воспоминании. И мне хотелось бы его прочитать, чтобы... Прежде чем вы его прочтете, мне интересно узнать, а почему вы считаете, что это может быть подвергнуто? А с какой точки зрения подвергнуто? Здесь есть неточные рифмы, здесь нарушается схема рифмовки, нарушается не потому, что я вот так вот захотел изначально, а потому что меня так повело, так не должно быть у профессиональных стихотворцев, так не бывает. Но вообще, мне кажется, по существу оно получилось. Я все-таки, прежде чем вы перейдете к чтению этого стихотворения, хотел бы узнать, раз что вы это помянули, что с вашей точки зрения является профессиональным стихотворцем? Что это такое? Поскольку я не совсем понимаю в современном мире, что это значит. Если вы думаете, что у меня есть ответ на этот вопрос, то вы ошибаетесь. Вот у меня тоже его нет. Ну вот, например, вот есть стихотворец, который пишет стихи. Вот как, например, Заболоцкий. Потом к нему приходят и говорят. Вот ты должен написать к такому-то числу... Заболоцкий. Заболоцкий, да. Столько-то это и столько-то строк. Да. Да. Человек садится, он пишет свои стихи. Они пишутся у него, когда пишутся. Но вот пришло время писать стихи за деньги. И вот он пишет перевод поэмы Шатару Ставелли «Витя с тигровой шкурой». И пишет по сто строк в день, как сохранились свидетельства. Это перевод, подожди. Да, это перевод, да. Вот я понимаю, что это мне, мне, и качество этих стихов просто замечательное. Ну там, все-таки какие-то оговорки нужно делать, но тем не менее. А я, ну точно, даже близко ничего подобного никогда бы не смог написать. Вы знаете, вот слушайте. Да. Это одно, один из возможностей. Я не предлагаю это, как вот такой стандартный критерий, который ко всем нужно применять. Ну вот, например, вот так. Знаете, вот мне это напомнило одного поэта, который сейчас нынешивущий, я его не буду называть. Да. Он писал метрами, вот метры возникали быстро, но, и он очень хорошо ферсифицировал, и вот всё, что касается техники написания стихов, у него было безупречно. Но, он не мог придумать концепции стихотворения. И он ходил ко мне, для того, чтобы я ему сообщил концепцию, а он уж на эту концепцию напишет блестящий текст. И мы так вот, ну, каждый развлекался по-своему. Но то, что он мог легко написать на концепцию текст, причём, совершенно безупречный текст, и даже интересный текст, и поэтичный, это совсем не делало его профессиональным поэтом. И здесь тоже что-то подобное вы привели. Нет, не что-то подобное, потому что, нет, тут есть, мне кажется, Заболоцкий не может быть что-то подобным, потому что он писал стихи совершенно гениальные при этом. вот, кроме того, вот как мне объясняли, в общем, что поэт, как музыкант, он встаёт с утра и разыгрывается. Он делает нечто, чтобы прийти в форму. Вот, вот, вот это, вот, чтобы как бы, вот это, имеется в виду, например, вот это. Поэтов много разных типов. Поэтов много разных, да. И они совсем, и вот Рубен Дарио, скажем, проставился после того, как он сочинял стихи на свадьбах. Вот свадьба его угощает, он сочиняет стихи, его везде приглашали, и он всё время сочинял. А потом однажды он, ему понравилась молодая женщина, певица, и он ворвался к ней в номер, и было много всяких неприятностей, она оказалась любовницей президента и пожаловалась ему. Президент был настолько просвещен, что сказал, принесите мне стихи этого поэта, ему принесли всё, что он на свадьбах там сочинял. Он сказал, так это же гений, вот так Рубен Дарио стал гением. Но что это говорит о профессиональности? Это один из известнейших латиноамериканских поэтов. Известность у него возникла, могла не возникнуть, например. Но при чём тут профессионализм? Разве это... Вот профессионалом может быть учёный, да, но я сомневаюсь, что может существовать профессиональный поэтик. Ну, в общем, я не хочу настаивать на самом термине профессиональный, и тем более на своих определениях. Но когда я так немножечко думал по этому поводу, вот мне казалось, что вот всё-таки это умение много, много на очень высоком уровне и быстро работать. производительность труда некая. Да, да, как ни грустно выглядит это сочетание производительность труда. Да, производительность труда. Братынский считался своей производительностью дилетантом. Дилетантом считался, да. Ну, значит, он не был профессиональным. Не подходит под это. Поэт, да, но не профессиональный. Хорошо, тогда вернёмся. Давайте попробую я прочитать это стихотворение Тбилиси. Из любви к Тбилиси и к несчастливой Грузии мне хотелось бы в знак солидарности прочитать это стихотворение. Это воспоминания о Тбилиси. Лестница, ведущая на небо второго этажа, где с утра до вечера женские голоса и звук фортепиано, сбегающий по ступеням вниз. Ах, а железо нечаянно, краем платья не зацепись. В каждом дворике кипение, молодая жизнь. Виноград балкон обвил и валиться вниз, до луны рукой достать, но далека душа. В полоборота взгляд и в глубину ушла. Тяжела грузинская над горой печаль, теплота асфальтная пахнет вечностью. Здесь обрушена на дно сердца даль и шумит река быстротечная, что мне песнь твоя глубина и быль, что мне голос твой мимоидит он. Мне холодный ветер вдалеке постыл, а любовь твоя не отимется, пусть же светится над горой луна. Рай зеленый твой мне мерещится, отступила вдаль и опять взошла на этаж второй винтовая лестница. Прекрасное стихотворение. Почему вы так о нем такую преамбулу присоединяете? Потому что мои ощущения, что все-таки сыроваты. Мы можем его разбирать, я тогда вам расскажу, но у меня такие разные впечатления есть по каждому. Поэзию создают не рифмы и не какие-то... Ну вот мне на мой... Просадический закон. Ну вот я могу объяснить что-то. Подковафис вообще не придерживался. Вот, понимаете, вот, что мне песнь твоя глубина и быль, что мне голос твой мимоидит он. Вот в слову мимоидит он, рифма нет и митца. Вот меня огорчает неточность этой рифмы. Я чувствую, что здесь было бы намного лучше, если бы рифма была точная. Вот вы знаете, я в этом смысле я не совсем понял. У вас есть некое упоминание Бродского в стихотворении с его высокой точностью. И я не понял, вы к этой точности относитесь как к отрицательному явлению, такой снобизм, проявленный поэтом. Мог бы и более вольно обращаться со словом. Или же вы наоборот с пиететом... Давайте мы дойдём до этого стихотворения, я его прочитаю и скажу. Ну вот это из стихов, которые писались до перерыва. Ну вот после перерыва. Тщеславие моя погибель, он рядом, вышкаленный бес, в беспечно затрапезном виде за пазуху ко мне залез. Стихи рождаются случайно, им благочестия не дано. Сдох предваряющий звучание, и в чарке горклое вино. Слух остроты необычайной, и в благодарность за ответ прыжок над пропастью отчаянный, какой еще не видел свет. Юлию Киму. Вы с ним знакомы? Я когда-то учился в спецшколе-интернат номер 18 при МГУ, где он преподавал обществоведение. Я не учился в том классе, но я его наблюдал в течение года, что я там учился. Это был последний год его работы там. Он там, ну о нем можно говорить отдельно, я лично с ним знаком не был, ну пару раз. Там у него, он руководил школьным театром, и я болтался где-то рядом. Мне не хватало смелости взойти на сцену и принять участие в действии. И в то же время я был, ну просто притянут. Мне страшно было, это интересно. И он однажды ко мне подошел и смотрел. Либо туда, либо сюда. И мне пришлось уйти. Но вообще Юлия Ким, это только по моим воспоминаниям этой школьной поры, этой школьной поры, я, это отдельная, это отдельная статья. Хотя я ни одно слово можно с ним, можно сказать, с ним не молвил. Он с вами молвил. Он, он со мной, но я его видел. Я помню вечер, вся школа, не вся школа, а продвинутая часть школы собирается в огромном актовом зале, там был большой зал, значит, погашается свет, на сцене сидит Юлий Ким, лампочка открывает он и читает мастера и Маргариту. И все, кто хоть что-нибудь слыхал о мастере и Маргарите, небольшая часть, десятая часть примерно учеников сидели в зале и слушали. Я был среди них. А это, просто появился Юлий Ким, который можно было, которого можно было слушать. И я стал слушать. И он произвел на меня тогда такое хорошее впечатление, что вот я написал это стихотворение Юлию Киму. Кореец-кворчатый, певец-раскосоглазый, детсадовским подверженный проказом, кругла умнейшая над нами голова, и едким смыслом полнятся слова, столь мелодичные, с изыском артистизма, что наблюдается преодоление смысла, преоборение с вылетом наверх, где не кулисы, а мочтовый лес. А там, глядишь, и выше что-то блещет, и с птичьей радостью навстречу нам трепещет. Ах, песня-песенка в глуши родимой вьется, и с ней страна прощенная смеется, как почва, что взрастила сей цветок, хотя и ростом ровно на вершок. Трагическая нежность, клоунада, на острие вселенского распада, которая не ранит, но крепит соединение оббитшавших плит. Страна утробная, ворочаясь лениво, легко подбросит в облако певца, а там уж сам глаголов переливы и не узнать знакомого лица. Он знает, что вы сочинили ему такое посвящение? Нет, он не знает. Вот стихотворение, которое отражает попытки мои осуществить в своей жизни идеалы христианской жизни, как они представлены в Святоотеческом Писании, где в частности, ну не в частности, там, борьба со страстями, но вот я характеризую то состояние, в котором я находился в тот момент, когда писал это стихотворение, это 90-е годы. душа тоскует без сластей, ненасытима, непритворна, внушенью прихоти покорна, не различишь ее корней, где молодая благодать огня горящего, повадка, все прироженья жизни сладкой, как хлам ненужный отвергать, где притязание любви на место в той рыбачьей лодке, что вдаль туманную несли, путем не длинным, не коротким тевериадские струи, в плену срамных прикосновений твой дух не брошен, не забыт, он одиночеством покрыт, как панцирем в пылу сражений, уже не вопль, а только шепот, губ нераскрытых шелуха, пока вселенная тиха и скрыт неразглашенный опыт. Перед картиной в АТО. Да, почему вот у вас в АТО не один раз встречается, почему именно вот этот художник? Какая-то особая любовь меня связывает. Вообще, я должен сказать, что вот я уже говорил, что у меня жена художник, и до знакомства я был весьма поверхностно знаком с живописью, хотя во время школьной я очень много, во время институтской я очень много посещал Третьяковскую галерею, настолько, что там бабушки сидящие меня уже знали. Вот. То есть, вот какая-то тяга к тому, чтобы смотреть живопись, вникать и вот дышать тем воздухом творчества и силы, которая вот двигала людьми, которые писали эти шедевры, у меня была всегда. но в АТТО почему-то всегда у меня вызывал особые, особые, вот как-то, как у меня была командировка в Питер, и я пришел в Эрмитаж, и смотрю, там, ну, допустим, час я там проводил, 45 минут перед в АТТО, 15 минут уделял всем остальным. Не могу объяснить вам, почему. просто в АТТО, просто в АТТО, вот какая-то сродственность есть у нас. Конгениальность такая. Ну, конгениальность, это как бы, это, нет что-то, не могу, не могу объяснить. Если вы сочиняете на эту тему. Прорывается просто, то, что глубоко во мне сидит, рано или поздно в поэзии прорывается. Несвязное хотелось бы связать, мелодию простую услыхать, пастушескую греческую флейту, или переточный обманчивый рожок, что барышень сзывает на лужок в объятия кавалеров и форейтер. Уж приготовил свой картонный дом, где уместиться можно лишь вдвоем и медленно отбыть за важные кулисы. На самом деле, это описание одной из картин в АТТО. Несвязное хотелось бы связать, лицо знакомое на сцене увидать, в костюме кавалера или принца, с улыбкою свободы на устах, любовник молодой Эльверто прах, а время заполночь немыслимо клониться, пробита брешь, и сцена раздалась, звезда в партере бархатном зажглась, и пламенная речь навстречу ей стремится. Несвязное хотелось бы связать, и голубка воздушного послать, за окоем голубизны высокой, где ты своей неведая красы, не уронив над пяльцами слезы, океанически вдыхаешь запах рока, как наши бденья юные горьки, ну а тела по-прежнему легки на отрешенной плоскости планеты. Несвязное хотелось бы связать, в корчму в АТО любезного зазвать, или на пикник актерский затесаться, гитары звон и трепет плюмажа, лети-лети актерская душа, кто над тобой посмеет посмеяться, улыбка беззащитна красоты, Господь свои перевернет листы, и всем нам вместе предстоит собраться. Знаете, вот очень интересное стихотворение, и даже симптоматичное я бы сказал. Дело в том, что вот такой жанр экфорсиса, он существовал в Древней Греции, это было просто необходимо. Экфорсис это словесное описание картины, потому что никаких средств других информационных не было, ездить люди не могли произвольно, и картины просто описывались словами. Мало того, что они описывались словами, но это делали иногда очень изощренные поэтические люди, и этот экфорсис греческий, он пришел и в современную литературу, но примером убедительным является картина Эдуарда Моне «Завтрак на траве». Произошел скандал в салоне 65-го кажется года, и его друг Эдуард Моне придумал слово импрессионизм и включил в роман свой словесное описание этой картины, но после этого это не прекратилось, касательно только этой картины, вот у Фауза в башне черного дерева «Завтрак на траве» там тоже есть описание этой же картины, когда собирается завтрак на траве Моне, и он даже там это эксплицирует, и он говорит, значит, что-то он говорит по уродку, вот одна из этих женщин, одна уродка, называется «Мышь и уродка», мышь и читается как «Музом юз», и уродка, и значит, и вот взгляд приходит, Давид посмотрел на уродку и увидел что-то негроидное, и Моне исчез, и появился Гоген, он прямо буквально пишет Фауз, что упоминает вот контекст этой картины, почему-то, и мне кажется, это не случайно, и возможно, и в вашем стихотворении есть какой-то скрытый смысл, который, может быть, вы не захотите рассказать, а может быть, и захотите. Нет, ну есть, оно посвящено вполне определенному человеку, значит, я стоял перед картиной, перед картиной это женщина, чего скрывать, значит, я стоял перед картиной, и вот то, что в голову пришло, то и записал. Женщина в картине или же женщина рядом с картиной? Женщина из моей жизни, которая возникла, с которой были у меня определенные отношения, которые вот я находился перед ней, что было прекрасно, как параллельно с этим возникают видения, в чем сила настоящего произведения искусства, оно, во-первых, само по себе прекрасно, во-вторых, оно из жизни тянет к себе родные, родственные вещи, да, 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 а поскольку стоял я, то пришла та вещь, которая была для меня прекрасна. Вот вы открыли эту тайну, спасибо. Ну, почему же тайна? Мне не казалось, что это тайна. Прямо это не содержится в тексте. Прямо не содержится, да, нет, ну здесь и Голубка воздушного послать, ну, в общем, почти прямо, скажем так. Так. Вот еще религиозное скорее стихотворение, то есть не скорее, безусловно. Я грежу, нет бреду, подняв свое забрало, пора осенняя до времени настала, кружится лист, как бабочка легко, свое последнее справляет торжество. Открытость малостям, струн вольное звучание, предчувствие, надежда, содрогание, готовность в руки взять веретено, заняться пряжей, отворить окно, не идет ли друг, мы вас давно заждались, одежды праздные на вешалках измялись, и вот глаза в глаза струится тихо речь, которые небеса не могут пренебречь. Открытость малостям, а может превращенье, души болезненные смиренные движенье, преодолев стыдом внушенный страх, не ждать, пока найдут твой истощенный прах, а выглянуть в окно открыто, будь что будет, пусть ангел твой тоску мою рассудит, на небесах душа моя мертва, а здесь кружится желтая листва, свивая дней таинственную пряжу, и скоро снег холодным пухом ляжет, прикрыв как саваном земли нечистоту и обновив заветную мечту. Я бы хотел, чтобы мы вскоре пришли, поскольку время нас немножко подгоняет вот к этой книге, но уже упоминавшиеся Бродский и обещание рассказать о том смысле, который вложен в это стихотворение и о вашем отношении к Бродскому, может быть, предварит переход к книжке? У меня не вызывает сомнений, ну как у всех вообще, я думаю, это не вызывает, что Бродский гениальный поэст. Вызывает очень много. Да, одновременно с этим, вот если вот рассматривать его поэзию с точки зрения формального поэтического мастерства, это не просто верх возможного, это на мой взгляд просто гениальность. вот в этом, вот в этом смысле. Вот, но если вспомнить, что есть еще кроме этого духовный смысл, слово, которое ты произносишь, вот, то тут восторги у меня во всяком случае исчезают. Он был во многих своих стихах до такой степени проникнут духом уныния и нигилизма во многих местах, хотя не... В каком смысле нигилизма? 19 века нигилизм? Да нет, конечно же... Вы имеете в виду нигилизм как просто некое отрицательное состояние, а не термин для себя? Как некое состояние души, которое... Он трагический поэт был, безусловно. Трагический поэт. А в чем трагичность? Понимаете? Вот если разобраться с этой фразой, в чем трагичность... Как всегда в любви Марина не любила его. Нет, я думаю, что гораздо больше трагичность в том, что он фигура гениального поэта, который дар свой получил от Бога, что для меня очевидно, а подлинной веры в Бога у него не было. Вот в этом настоящий трагизм. То, что он там принимал разные формы в отношении с людьми, это вопрос... Дело не в этом. Дело в том, что его поэзия вот это качеством своего трагизма, это тяжким грузом село на души целого поколения. Я попытаюсь вас убедить в обратном, но не в рамках этой передачи. Прошу вас почистить. Дело не в этом. Дело в том, что это при этом считается, что вот у него есть некий цикл, посвященный Рождеству, и что это вот как бы некое исключение. Я думаю, что у него на самом деле была и настоящая религиозность, и она у него присутствует во многих не очень известных его стихах, которые у него есть. То есть он как человек живущий в разное время, вот есть такая особая категория человек живущий, вот в разное время в разных состояниях находился. И я человек живущий. И это стихотворение отражает просто вот некий момент, когда мне после прочтения стихотворений Бродского мне было невесело, но стало намного хуже. И вот тогда я написал это стихотворение. Я стихи пишу медленно, очень редко бывает, чтобы оно появилось сразу. Обычно приходит первая строка, неизвестно откуда, и потом она тянет за собой следующий. Я никогда не знаю, чем дело кончится. Но это стихотворение было написано за пятнадцать минут. И я думаю, что мне кажется, что я что-то в нем сказал точное. В филигранной точности Бродского островка не найдете Плотского, где бы кости свои согреть. У камина и зябка, и сыра, горло времени совсем простыло, разучилась стена тепеть. Преисподняя тихой сапой стыла, непослушный пленила рот. Лишь мелодия одна забыла о страже у крепостных ворот. То ли флейта, то ли кореянки пенье у края земли, где океанов вздох и телодвиженье, о том, как однажды в раннюю пору молодой земли верблюды, дары приносящие, тропою пустынной шли, и за ними шлейфом, чуть подвинув границы обыкновения, стихотворенья, пустыня в тоске невысказанной струилась в самозабвении. Красивое стихотворение. И теперь, как я вас прошу перейти к вашей книге, и сразу же у меня вопрос. Вот книга, я ещё раз её показываю телезрителям, называется она «Еврейские квадраты». И когда я посмотрел на эту книгу, в начале мне даже не хотелось смотреть, что внутри, честное слово. Потому что я там квадратами много занимался, культурологически, и никак не мог понять, почему они, честно говоря, еврейские. Я всегда считал квадратом знак города с самых древних времён, точнее, городской стены. Если считать самым древним городом Ерихон, семитский город, что не точно ещё доказано, и я думаю, что не все города открыты, но принадлежность к семитам и к евреям для меня не одно и то же. И я не мог понять, почему вы решили, что сначала я подумал, что это какой-то такой ремейк Малевича, а потом, почитав стихи, я понял, что к Малевичу это не имеет никакого отношения совсем. Почему квадраты, и почему квадраты еврейские? Значит, первое, что я могу сказать, это то, что я совершенно убеждён в правильности названия. Второе, это то, что я имел в виду. Это то, что квадрат – очень устойчивая фигура, его нелегко перевернуть. А треугольник? Да. Треугольник тоже устойчивый? Тоже, тоже. Я же ничего не имею против треугольника. Особенно два треугольника. Ничего не имею против двух треугольников. Но речь идёт о квадрате. Ну, понимаю. Очень устойчивая, определённая, совершенная в некотором смысле фигура. И здесь сочетание, не слово «квадрат», а сочетание еврейские квадраты обозначает те духовные, исторические, ну, просто человеческие проблемы, которые связаны с еврейством и которые как-то засели, так что вот, ну, никак из меня они не могли быть уйти, если бы я не написал этих стихов. Вот то, что я могу сказать. И после этого, то, что я сказал, я после того, что я сейчас сказал, я не очень понимаю название этого. Я точно знаю, что оно правильное. И у меня есть несколько подтверждений, что оно правильное, потому что несколько уважаемых мною людей говорили, какое удачное название. Начинали свои говорения именно с этого. Дальше ни слова. Удачное и всё. И вот я точно знаю, что это точное название, но не всё могу в нём объяснить. Вы знаете, в содержании книги тоже есть некая для меня неясность, потому что, не то что неясность, а может быть даже противоречие. Вот если просто поверхностно посмотреть стихи, то складывается впечатление, что они это просто религиозные стихи. Но когда начинаешь вдумываться в то, о чём там сказано, то начинаешь видеть совсем другой, нерелигиозный текст, а текст, связанный с некой судьбой, вот с неким представлением времени, что ли. И это не религиозное представление, это представление может быть индивидуально ваше, а может быть оно в какой-то степени связано с некоторыми еврейскими стереотипами, которые предполагают, непрерывное чтение, например, предполагают какую-то пространственную незавершённость, зато временную завершённость и целый ряд других параметров, которые и рассматриваются, и изучались, но такого выражения, как у вас, никогда и нигде не получали. Я, откровенно говоря, не видел подобных стихов, хотя, может быть, я и не сведущий в этой области стихосложения, но просто я много читал, и, наверное, что-нибудь да попалось бы, если бы это было. Нет, не попалось бы. Вообще за всю поэзию я отвечать не берусь, но за русскую поэзию, в той степени, в какой я её знаю, не думаю. И второе, значит, это вот некая такая, вот как бы раскрытая книга на одной стране, которой религиозность, а на другой стране представление о жизни народа. вот так вот можно представить себе, но она ещё и по-другому открывается. Ну а что за представление о жизни народа? Что вы имеете в виду? Тут очень много. Вот вы сами почитайте сейчас эти стихи, для того, чтобы не только по моим впечатлениям, которые могут быть и неправильные, наши зрители могли об этом судить. Мне кажется, тут много есть просто о жизни еврейства. Да, тут надо учесть две вещи, что я вообще, значит, я православный человек. С точки зрения иудеев, выкрест. Вот это вот второй, это как раз есть второй расклад. Да, здесь два взгляда у меня на читателя этой книги. Значит, с одной стороны, часть стихов написаны, глядя на то, как в православии воспринимается еврейство. Я им нечто хочу сказать. Кому вы хотите сказать? Я не понимаю, кому вы хотите сказать? Православным людям. А, православным людям? Православным людям. Нечто хочу сказать. А их же в собственных воззрениях. Не о них же. А нечто в противостоянии их, скорее, собственного. Потому что не всё в этих воззрениях мне нравится. Я бы мог говорить подробнее, здесь просто это не имеет. Часть это просто есть средства переживания. Я ведь еврей по крови. И я поэтому имею особый интерес к еврейству. Я там кое-что читал, я не могу сказать, что я знаток, что я укоренён в традицию, что это не так. Я кусками что-то знаю, а что-то не знаю. Но есть моменты, которые меня... Ну, как катастрофа, например. Как переход через Чёрное море, через Красное море. Во мне живут, понимаете? Там много случайного. Я, может быть, что-то важное упускаю, а что-то во мне вошло. И вот если это в меня вошло, то это рано или поздно из меня выльется. Вот я это заметил. Может, через 10 лет, через 15. А кроме того, хотя у меня нет в сущности ни одного знакомого человека, который бы находился в рамках иудейского закона и это исполнял, чтобы это для него было жизнью. А христианские есть такие люди? Ну как же, ну конечно. Да. Я же православный человек. А вот среди таких иудеев у меня нет. Но я к ним не безразличен. Мне чрезвычайно интересно что-то сказать им. Что-то сказать им. Но сказать им вот по Павлу. Вот нельзя сказать, если ты не будешь иудеем. То есть сначала им нужно сказать, что вот сказать вот что-то о Христе им можно, только если они поймут, если они поймут, что ты вот к ним не безразличен. И эту задачу я не ставил перед собой. Этот цикл сложился случайно. На протяжении долгого времени я писал его, а потом организовал в эту книжечку. Ну давайте, может быть, почитаем. Да, конечно. Десятая казнь. Я думаю, не нужно объяснять, что такое Десятая казнь. Почему объясните? Потому что я думаю, многие не знают и могут не понять смысл этого стихотворения. Ну Десятая казнь – это казнь, которая была обрушена Господом на Египет в самом конце, для того, чтобы преодолеть сопротивление Божьей воли, о том, что нужно отпустить евреев. Что нужно отпустить евреев. Вот не хотели отпускать. И это была страшная казнь, поскольку были в каждом семействе погиб первенец. То есть человек погиб в каждом семействе. Это по степени страшности трудно... Ну понятно, не нужно объяснить. Десятая казнь. А этому предшествовало обращенное к евреям повеление помазать жертвенной кровью ягненка косяки в доме, чтобы ангел смерти, проходя мимо из домов египтян и израильтян, видя это помазание, прошел бима. Когда начертали на косяке знак, кровь стала знаком и не исчезла. Она место свое заняла, которое надлежит ей от начала, чтобы погибель мимо прошла, и не взглянула на наших деток, на наших крошек, на их сонный шелест. И все притаились, прислушались, как за дверью, за косяками, идет она, под слеповатое от сотворения мира. И слышно было только звяк, 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 кап, 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 топ, топ, топ. Мы притаились, нас никто не услышал, смерть прошла мимо, чудо свершилось, мы уже думали, что все позади, как вдруг оглянулось время, которое впереди, и поглядела на нас своим страшным оком, бездонным своим непроглядным колодцем, и мы узнали друг друга. Переход через Черное море. Черное, по-церковно-славянски, красное. Когда раздвинулась плескучая темница и потянулась в бездну вереница горящих глаз, раскрытых настиж душ, по хлипкой грязи непросохших луж, в отрепьях нищенских египетского плена, отбросив зрак судьбы обыкновенной, и две огромные блестящие стены вдруг встали ужаса священного полны. Держась за Бога, шествует народ, и верой небывалый крепкий плод вперед уходит вдаль тысячелетия, где чужеродные волнуются наречья, как жертва чистая, печаль о всех и вся, и ровно дышит круглая земля. Фарисей. Фарисей всем известен евангельский образ фарисея. Это человек-лжец, который напоказ делает одно, а она, по сути, в сердце у него другое. Это стандартный образ у всех на устах. Есть еще исторический образ фарисея. Исторический образ фарисея и евангельский образ друг другу не соответствуют совершенно. Достаточно сказать, что апостол Павел был из фарисеев. Это проблема. Нельзя сделать вид, что ее не существует. И еще я вот представил вот это вот, какая жестокая судьба. Фарисеи вообще были религиозным цветом Израиля того времени. Вот быть, так любить Бога, как любили фарисеи, и быть притчей во языцах, как это реально в истории получилось, в общем, мне было ну, очень их жалко. Вот появилось такое стихотворение. Кому ты дорог, если не ему? Ему дано от века пятикнижье, лобзает мир нечестие чуму, а он всему бредет на свете лишний. И клевета, как вечный фаворит, к нему подходит и снимает мерку, слова, слова в пространство говорит, и каждый звук тягает на проверку. В груди его безумствует свеча любви к тебе, не скрыть, не образумить. Она по-прежнему для мира горяча, ее беда не каждая остудит. И счеты те, что надо подвести между Христом, бедой и окружением, ему сказать заветное прости и исцелить зловещие мгновения. Знаете, вот все-таки у вас парадоксальность, она может быть воспринята только в контексте творчества, а не в отдельных произведениях. Но вот, например, в одном из стихотворений, не знаю, раннего или позднего, сейчас не могу сказать, периода, я когда читал, я не знал, что они у вас так подразделяются. И у вас там сказано «С еврейской неизбывной простотой». Но в другом стихотворении у вас как раз упоминается вот сложность еврейского мышления и форма его выражения. Это другое уже стихотворение, но высказывание на ту же самую тему. Они абсолютно противоречат друг другу. Я не помню, о каком втором стихотворении вы говорите. Но вы знаете, значит, ну вот это вот ответ на вопрос, может быть, вот то, что вот я вот есть человек живущий. И каждое стихотворение написано в контексте моего вот того состояния, в котором оно написано. Так вот есть неизбывная простота еврейская? Неизбывная простота. Здесь имелось в виду то, что вот еврей может быть как угодно сложен по поверхности характер еврейский. Он просто в одном. Вот тот идеальный еврей, вот вы же отмечали мой романтизм и мою склонность к некой идеализации действительности. Тот идеальный еврей, он просто, он повернут к Богу. Что бы он ни делал, что бы он ни делал, он повернут к Богу. Вы знаете, я видел одну необычайно интересную картинку средневековую, чехословацкую. На ней изображены шахтеры. Шахтерский труд. Каждый шахтер в своей ямке лежит. Каждый в своей невероятной позе. То есть там, в общем-то, они осваивали эту возможность обращаться с человеческим телом. Это возрожденческая картина, либо конец средневековья. Думаю, что же меня так поразило? У всех глаза, и в какой бы позе он ни находился, глаза смотрят в одну сторону. Вот это... В одну в какую? На Бога смотрят. А, на Бога. Да. Вот это я имел в виду, когда это с еврейской неизбывной простотой. А я не помню то стих, но я так сходу не могу вспомнить. Еврейство острое у Голгофы разделилось, и вдаль обетованную пустилось. Вперед шагнуло, прянуло назад, растет в долине дикий виноград, и гроздья падают курчавую грядою. Как не припомнить гибельную трою? Вот так же в виноградниках она стояла горькой прелести волна. Пред ней дышало небо полной грудью, и цок отслышался неведомых орудий. Вот здесь, в этом стихотворении, мне особенно важна первая строка. Еврейство острое у Голгофы разделилось, потому что после того, как произошло это разделение, и традиционный иудаизм стал называться традиционным иудаизмом, а евреи, которые приняли Христа, стали христианами и уже как бы неевреями, вот эти две общности религиозные, неудаистами, евреями они остались. Евреями они остались, но это уже даже как будто в начале, во всяком случае, национальность не имела никакого. В те времена она вообще не имела такого. Так вот, вот эти два всегда, они могут не упоминать друг друга нисколечко, но все время оглядка существует. вот, и существует, ну вот, название выкрест, оно ведь уничижительно-призрительное, потому что предполагается, что еврей принял Христа, принял Христа, потому что он ради выгод, потому что ему обещали выгоды, то-то, 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 вот если это так, она справедлива. Но ведь это несерьезно, потому что ни апостолы не входили, в каждую эпоху были евреи, которые принимали Христа, не потому что им это было выгодно, а потому что они поверили тому, что написано в Евангелии. И вот эти вот евреи, вот эта вот фраза «еврейство, острое у Голгофы разделилось», это через космологически важное разделение нашей жизни и сегодняшней жизни. Ну, знаете, это поразительно, что исламисты, и часто это арабы, например, или другие народы, и восточные в том числе исламисты, они себя считают авраамическими народами, и они никогда не отрицают свои принадлежности к авраамической религии, в то время как христиане часто это отрицают. Вы сами об этом пишете, Голгофы разделился. Я не отрицаю. Нет, вы не отрицаете, да. Но вы пишете о том, что еврейство разделилось. Да, еврейство как национальность, как национальность, не как иудаизм, а как национальность, разделилось на две категории. Одна исповедует иудаизм, а вторая исповедует Христа, как Бога, воплотившегося на земле. Ну, христиане себя часто не считают авраамической религией, и даже настаивают на это. История христианства – это такая огромная тема. Я не уверен, что нам нужно... Я понимаю. Тем более, давайте я лучше что-нибудь ещё, чего-нибудь прочитаю отсюда. Иерусалим был всегда центром, всегда был центром религиозной жизни. И всегда притягивал все взгляды. Ну, вот представьте, глухая ночь средневековья, нищее еврейское местечко, сидит человек под соломенной крышей и так мыслит. Если царь приблизит меня и поставит по правую руку, и богатства мои превзойдут сокровища фараона, слава моя распространится на четыре стороны света, и любовь людская будет, как море у моих ног плескаться, всё же сердце моё не убежит от тебя, острая зависть, прилепляясь к путнику в изнеможении бредущему по пустыне, посреди опасностей, под палящим солнцем, терпя во всём недостаток на пути к тебе и Иерусалиме. Я показал это стихотворение одному православному филологу, очень мне, дорогому и близкому Николаю Катрилёву. И он прочитал и сказал, что если подразумевать, что речь идёт о небесном Иерусалиме, можно ни одного слова не менять и включать в подборку христианских стихов. Спасибо, Геннадий. Я думаю, что на этой высокой ноте включение стихов из книги «Еврейские квадраты» в канонические христианские стихи, мы сегодня закончим нашу беседу. Я рад был, что вы пришли и согласились на этот эфир. Спасибо вам большое, что вы меня пригласили, я тоже невероятно рад. Желаю вам дальнейших успехов в вашей научной деятельности и творческой тоже самое. Спасибо. Всего вам хорошего, уважаемые телезрители. На сегодня наш эфир закончен. Я с вами прощаюсь. Ведущий в студии Юрий Проскуряков. Сегодня было интервью с Геннадием Куртиком. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok